приветствую вас мои хорошие на канале в гостях у заводчика корги и снова здравствуйте мне сегодня очень памятная чашка не подумайте что у нас египта нет кстати я в египте не было мы как-то по европе все больше по европе это подарок подарок от женщины которой сын героически героически погиб на войне и когда я на нее смотрю я всегда вспоминаю ее сына и наших украинских солдат благодаря которым мы с вами здесь разговариваем и можем говорить то что думаем то что нам болит сегодня я хотела разобрать интересный вопрос комментарий звучит так дякую вам что весь цей жахливый час вы знали прошу зробить и розклад про продаж нашей прекрасной вильной земли инвестиции добрые алиевы лыки ризы к интересный вопрос и уже меня много 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 было вопросов относительно продажи земли закон этот принят принципе уже я так понимаю насколько для украины великие риски на лишиться земли я так понимаю знаете для меня например это актуально достаточно потому что моей семье есть мы как бы владеем определенной землей поскольку мои бабушка с одной стороны с другой стороны жили в селах и соответственно работали на украину в колхозах и вот по этому паеванию были выделены им там какие-то гектары до определенные и сейчас как бы что наследство у отца есть папа и и у мамы есть пара паев вот так что как бы нашей семье знаете аня богатая наследница до ее наследстве окажется сам приличный такой кусок земли не знаю сколько там но по и они такие не слабые там все в гектарах это все измеряется плодородной пахотной земли так что они у нас невеста богатая для меня так что это вообще актуальный вопрос да то есть он что называется актуальный ну продавать так точно никто ее не планирует эту землю потому что это прежде всего это память память о бабушках их труд и заслуга их наследство что такое дело вообще давайте посмотрим итак закон о продаже земли что это для украины что это для украины и чем обернется как будет проходить как будет проходить этот процесс закон о продаже земли что это для украины ограничение но увидите тут не что так просто есть какие-то ограничения по продаже а ну видимо это сейчас ограничение для иностранцев да да ограничение видимо для иностранцев из других стран да и сейчас рассматривается соответственно закон о множественном гражданстве это вызывает опять же опасение что люди будут принимать гражданство украины только для того чтобы скупить землю да я так понимаю но это страхи и мы с вами смотрели закон о множественном гражданстве там как раз падали закон как бы на первом этапе он очень хорошо работает на пентакли вот королей и королев и будет вызывать много по девятке мечей переживаний помните отбыл нас расклад а теперь смотрите что говорят карта да ограничение по скажем так другим странам да это да дьявол дьявол так здесь конечно есть по дьяволу ведь и неожиданные такие завязки хитрые какие-то нюансы в договоренностях эти по двойке кубков дьявол то есть это где-то к чему-то принуждают да это в каких-то тайных договоренностях определенных да может и тереть по дьяволу да с такой соблазн королевы кубков некой до некой страны ту жезлов иерафант десять мечей колесо фортуны дело в том что эта история она в итоге будет знаете как таким серьезным ударом в спину иерафанту со временем возможно это то что выставят в претензию знаете в обвинении ну например например да мы можем только предполагать возможно это будет главным обвинением для зеленского при котором был принят этот закон да и либо еще там каким-то образом отыграется когда некому иерафанту да этот закон как бы ударом удар в спину ну возможно да возможно его будут обвинять например на это будет главное обвинение я думаю после того как украина таки отобьется она отобьется да по девятке жезла мы видим по их давайте закрою мир поедут в украину а то что мы говорили да инвестиции поедут в украину какие-то по миру по миру интересы других стран скажем тогда инвесторы и не только из мира по колеснице но колесница это развитие колесница это развитие страны не в любом случае сила луна вы знаете не получится так что будут продавать пока нет так не выйдет потому что во первых этот закон же еще не приняли да а гражданство множестве нам тут все равно за собственную землю украина еще как будет держаться и вот эти попытки да как то вот скажем так прижать да вот прижать все равно прижать как-то короля все равно это все ничего не даст знаете украина не будет продавать землю за границу нет а все равно другой смотрите какой-то король и все равно в отказе видите нет я думаю что не не будет принято решение о том что смогут иностранцы покупать землю все равно будет возможно будет какой-то компромисс но вряд ли не допустят скорее всего на это будут нажимать это будет каким-то камнем преткновения маловероятно не думаю нет и сразу ограничения и вот тогда когда уже украина успокоится что земля остается в ее собственность вот тогда этот закон уже будет принят видите во благо на радость хорошими эмоциями знаете я думаю не будет не будет продаваться но но что будут но будут какие-то хитрые моменты то есть по хитрому обходить вот кто-то будет все равно по хитрому обходить и это там возможен такой момент ущерба да когда будет включаться мне не по закону а по хитрости да вот хитренько обошли понимаете вот так по хитрости как-то кто-то будет обходить то есть видимо будут какие-то лазейки так вот она карта земли и что же землей ну 9 кубков все хорошо будет с украинской землей мои хорошие не напрягайтесь не больше чем украина будет готова продать вообще украина смотрите украинская земля война на украинской земле в ожидании смотрите как интересно вот она карта земли да все будет хорошо с украинской землей это как бы мы готовы за нее воевать война да на украинской земле активная работа и смотрите в ожидании так интересно дорога к воде и к победе в общем слушайте что оно получается получается что будут конечно какие-то лазейки скорее всего находить по обману относительно скупки земли возможно но это только по лазейкам и поэтому потеря будет по пятерке пентакли где-то какая-то будет потеря незначительно но это там где каким-то хитрым путем возможно через подставных лиц например мало ли да но в целом я бы сказала что не получится нагнуть украину чтобы землю могли просто скупать не а оно так не выйдет хотя есть видите такая вот и какая-то под дьяволу хитрая задумка какая-то да есть такая вот идея да у кого-то давление какое-то да принуждения в переговорах ну в общем украинская земелька конечно у всем нужна поймаете у всем украинская земелька нужна но оно так не выйдет нет потому что я думаю что некий король жезлов поставить точку в этом вопросе все равно и будут поставлены знаете как точки над и я не знаю как там обернется примут ли этот закон да еще по много множественному гражданству не знаю там 9 мечей я думаю это все будет еще не просто но все равно будет указано так что не смогут скупать либо это будет знаете только аренда либо ограниченное какое-то количество земли ограниченное которое не может нанести ущерба но там что-то там не получится в общем о чем речь скупить украинскую землю не выйдет потому что за это люди будут возмущаться это будет знаете вот прям краеугольный такой камень что нет что угодно да но не земля не земля не думаю а давайте так спросим оно не про это видите ограничение не 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 украинская земля падает по императрице падает она с девяткой кубков ну мои хорошие ну все будет хорошо да да но есть карта вот этой обмана то есть где то что то какие то все равно будут махинации возможны теоретически что то такое ну говорю возможно какие то лица подставные вот они эти карты да с какими то компаниями вот что то да они прямо я за ней говорю и карты сюда у меня начало колоды выпали давайте так будет ли вот и просто спросим напрямую будет ли украинская земля скуплена иностранцами будет ли украинская земля скуплена иностранцами скупят ли украинскую землю так карта дороги звезда новых дорогах Отшельник, триумф, смотрите, с течением времени получится только малыми, видите, попажу малыми, вот у кого будет получаться, то только, во-первых, это какие-то люди такие, знаете, вот как-то так. Кому сильно повезет, кому улыбнется вот удача, действительно, то эти люди малыми, малыми частями смогут, но малыми частями. Видимо, будут какие-то ограничения по количеству в ожидании, это не скоро, это не скоро, потому что, видите, по звезде, вон карта ожидания. Нет, ждут, вот ждут, да, ждут этого закона, но оно так не будет, обманутся они по влюбленным, все равно выбор будет, видите, по иллюзиям. Вот купят ли, нет, по иллюзиям, все равно. Вот оно что-то будет, знаете, возможно, какие-то такими, либо количествами малыми, либо в каких-то условиях таких, да, чтобы Украина была готова. Знаете, как, ну, например, каким-то, может быть, героям, вот, по шестерке жезлов, да, кому будет Украина аплодировать. Ну, например, например, участники, люди, которые защищали Украину, да, и они смогут получить украинское гражданство, например, вот, воюющие, да, и эти люди смогут купить участки земли, например, вот, у них будет право, возможно, ну, например, да, которые защищали эту землю, вот, на войне, например, потому что шесть жезлов, да, это какой-то, когда тебе, ты признанный человек, тебя признают, признают твои права, ну, вот, что-то такое, что-то такое. Но, видите, по, по пажу, то есть это незначительные, незначительные участки. Вообще, мои хорошие, я не думаю, что есть тут какая-то опасность, во-первых, это все будет затягиваться, вот, с иностранцами, это небыстрые, небыстрые это решения. И придет к тому, что отдельным, скорее всего, отдельным каким-то людям, заслуживающим внимания отдельного, будет позволено, да, но небольшими участками. Похоже на то. Похоже на то. То есть все-таки будет какой-то, видите, будет какой-то компромисс, не так, чтобы совсем никак, а вот, возможно, действительно, те, которые вот это вот гражданство получили, да, ну, то есть они как бы на коне, они на коне. Но все равно небольшие, там все равно по, ну, по пажу, это небольшие участки, вероятно, с ограничением площади. Или еще с какими-то ограничениями. Вообще, мои хорошие, так, чтобы разбазарили украинскую землю, я этого не вижу. Нет, нет, императрица по девятке кубков, это в целом такая позиция, знаете, блаженства некого. И я думаю, это будет принято, ну, адекватно, в принципе. Не думаю, что здесь что-то страшное такое, что здесь что-то страшное. Ну, а, видите, выставят все равно этот закон о продаже земли, он все равно будет выставлен на как бы, ну, претензии, скорее всего, к иерофантам, да, к какому-то иерофанту. Не знаю, Зеленскому или там еще кому-то, сложно сказать, да, но это как претензия какая-то будет выставлена как удар. Для кого-то это станет таким, да, ударом. Украина очень болезненно всегда относится к тому, что касается ее земли, всегда. Ну, вот так, примерно так получается, вот такой расклад. Давайте еще на одной колоде все-таки сделаем, он такой, знаете, это же сложные процессы, и видите, они какие. И тут немножко в эту сторону, немножко в эту, и сложный такой расклад. Давайте еще раз на другой колоде спросим, понесет ли Украина, нет, давайте так, что вынесет Украина из этого закона о продаже земли? Что вынесет Украина? И будем видеть, да, хорошие моменты, отрицательные, положительные. Что вынесет Украина из закона о продаже земли? Украина, что вынесет Украина, украинский народ, что вынесет? Опять у нас иерофант. И опять это будет, да, это некая вот это вот первопобеда, поражение, по сути, иерофанта. То же самое, видите, вот вам разные колоды, а карты те же самые. Так, у нас Паш Жезлов, Иллюзия. Иллюзия, ну все равно, у Пашей Жезлов, это вот иллюзия, ничего, они вот этих планов, этих Пашей, видите, западных, запада, ну в иллюзиях они остаются. Не-не-не, не будет она продана на запад, видите, нет. Двойка Пентакли, Император, Император по Тузу Жезлов, то есть все равно власть. Возможно, это будет, вот смотрите, Император по Тузу Жезлов, по Страшному Суду. То есть Император все равно, власть будет принимать все равно какой-то важный закон, решение по магу, по Тройке Кубка. Все-таки будет какая-то манипуляция принята, видите, властью для праздника урожая, да, Тройка Кубка, праздник урожая. То есть для Украины это все равно благодатное решение, полезное для Украины. То есть все равно манипуляциями какими-то сделают это все, ну, карты видите. То есть все равно Император, возможно, это будет уже, например, следующий президент, который будет на этом, возможно, да, возможно, Зеленский переиграет, потому что ему выставят претензии, да, возможно, он успеет, да, может быть, это будет следующий президент, Император, который выставит это своим предвыборным, да, каким-то гаслом, значит, украинская земля для украинцев. Например, ну, а она останется при Украине, ну, мои хорошие, четверка, четверка, все стабильно, для Украины стабильно, расцвет, хорошие карты. Ну, смотрите, да, все, нет, мои хорошие, давайте так, не надо вот это вот паниковать, как бы там ни было, в итоге все равно пажи западные, жезловые останутся в иллюзиях, определенные неприятности для аэрофанта это принесет, ну, для Украины по четверке жезлов, по солнцу, по тройке кубков, карты хорошие, я не думаю, что украинской земле есть реальная угроза, вот мы посмотрели на двух колодах, не вижу, нет, на первой колоде мы видели, возможно, некоторые манипуляции какие-то, да, какие-то, где-то какой-то, вот по обману, кто как-то прокрутит, может быть, и земля будет как, знаете, как, только как, вот, по шестерке жезлов, каким-то достойным, ну, признанным людям, возможно, героям, каким-то, да, ну, я же говорю, тем людям, которые идут вот по признанию, то есть тебя должны признать как-то, да, ты имеешь какое-то право особое, то есть не каждому встречному, поперечному, не каждому пентакливому, да, по шестерке жезлов, это все-таки человек, который получает признание, ну, вот такие вот, такие вот у нас перспективы, для власти все равно это будут сложные решения, которыми, за которые их будут упрекать и бить, да, бить прям в прямом смысле, и все равно на уровне закона будут какие-то манипуляции, чтобы украинская земля была четко закреплена за украинцами, да, и только малые части, видимо, какие-то ограниченные могут продаваться в каких-то ограничениях, ну, как-то так, это сложно, такие законы рассматривать на Таро, правда, Таро, это больше, знаете, история человека, его жизни, а здесь такие глобальные вопросы, они очень сложные, ну, в целом, я вот вижу так, в целом, я вижу так, все будет хорошо, все будет хорошо, ну, так, люблю целую, мои хорошие, такие у вас вопросики, знаете ли, непростые, вот, ну, я думаю, мы рассмотрели этот, вот это последствия этого закона о продаже земли достаточно подробно, ну, насколько я вообще могла, да, что он принесет для Украины, с Украиной все будет окей, для власти будут проблемы, для Ярофанта, для Ярофанта будут какие-то проблемы, с этим связанные нападки, и все равно власть, так или иначе, там, по императору власть, все равно, все равно должна будет принять такие законы, которые, которые оберегают, как бы, землю, оберегают от каких-то спекулятивных таких моментов, все равно они будут вынуждены, и так будет, все равно, ну, вот так, но малые, видимо, будут какие-то ограниченные небольшие участки, все-таки можно будет покупать, но это будет, видите, в каких-то, то есть это нужно будет заслужить, как бы, да, все равно будут какие-то к тебе требования, да, чтобы тебе вот аплодисменты, да, это такая, нужно будет победить, чтобы получить какой-то кусочек земли украинской, ну, такое, похоже на то, то есть некий такой компромисс, да, просто сейчас мы скупим украинскую землю, это не, так такого не будет, этот номер не пройдет, это все по иллюзиям, так не получится, не получится, что вы такие дела? Люблю, целую, мои хорошие, люблю, целую, кстати, императрица по девятке кубков, я думаю, цена на землю будет расти, похоже на то, что могла, люблю, целую, обязательно увидимся.